Доброе утро. Антон торопится, доедает. У нас такой завтрак. На самом деле все есть. Ничего лишнего. Но, ничего нет. Да, вот такие. У нас вообще есть все. Огромный выбор всяких, всяких всего. Короче, даже манго есть. Творог есть, горячее есть, омлеты есть. Все есть. А мы уже торопимся выезжать. Антоша, давай пойдем. Давайте сидеть. Этот, Иисус нас ждет. Абригаду. Небольшой отельчик, классный. Все, за нами уже приехали, поэтому нам нужно бежать. Время 6.30. Мы встали в 5.30. Мы два дня поддавали, в 5.30. Да, только легли вчера. Так, час. Ой, доброе утро. Мы доехали до смотровой. Антон стоит в очереди. Время 7 с чем-то. Открывается в 7.30. Мы приехали рано, потому что потом у нас полет на вертолете. А, вон он. О, да. Это два брата гора. Здесь Капакабана внизу. Вот это вот все красиво. Ну и джунгли, потому что это национальный парк, который находится под защитой. Тут тоже есть обезьянки. Должны быть, по крайней мере. В общем, мы здесь покупаем билеты, потом садимся на маленький вот такой вот автобусик, и он нас везет наверх. Но здесь можно купить билеты и пройтись пешком примерно 40 минут для того, чтобы подняться к монументу. И тоже нужен билет, но уже отдельный, не на автобус. Ой, можно даже онлайн купить, кстати. Мы добрались до него. Вау. Мы были самые первые. Открывается с 7 утра. Мы самые первые. Сейчас покоится фотосессия. Ну да, тогда не будет видно никого. Да, я сквейна. О, да. Это белый материал. Пусть тело, пусть тело. Лучшие фотки все-таки издалека. Время 8 утра. Народа уже 8.15. Народа уже намного больше. Посмотрите. Мы были, практически не было никого. Много народу. Плюс уже прибегают облака. видео. Хочу заудро какие-то какие-то удачи. Сейчас пьешь до 7. А, может каждые 5-5 минут. Да. Если ты посмотрю. Я смотрю. Да нет, нет. Ты уверен? Ну, Ленч, тут еще больше народу, конечно, я уверен. Ты уже ничего лучше не снимешь. Лучше ничего уже не будет. видео на ютубчик. Вот мы добрались до Иисуса. Сегодня нам повезло. А сейчас осталось крестить пальчики насчет вертолета. Я думаю, все будет нормально. Ну, конечно, бочка чуть-чуть приходит, но я думаю, мы успеем. Я на это очень надеюсь, потому что вроде бы наши просьбы вчерашние на заказе были услышаны. А народу видите много. Да, очень удачно реально пришли с самого утра. У нас было прям 20 минут без большого количества людей. 25 даже мы им, Вот. Так что очень круто. А, вот так. О! Вот так вот подожди. Отлично. У нас гладят по головке. Да. У нас да. Благословиться. Отлично. Мне нравится. Да. Супер. Идем обратно. Сейчас мы будем летать над ним. А если что, здесь можно летать на дронах. Как бы нельзя летать, но девушка подняла дрон, к ней подходит полицейский, говорит, я сажаю, я сажаю. В итоге она сажала минут 10, они просто ее стояли, ждали. Если что, имейте виду, можно фоткаться. И никто не попросит вас кадры удалить. Он реставрирует, камушки летят, можно даже на память попросить себе один камушек от Христа. Лена попросила камушек от Иисуса побольше. Мы привезем Иисуса в Майами бразильского. Крутяк. Класс. Мечу грасиас. Класс. Иисус. Вот этот красивенький. Класс. Прикольно, да? Да, ну вот эту можно купить, которую взять. Да, можно. Все. Класс. Класс. Даша, смотри, что у нас есть. Иисус. У нас есть Иисус. Вы взяли в итоге. Я попросила. А вон, смотри, какой хороший. Бери. Давай. Чудо света, камушек. Ну да, кстати. Ничего себя. Вы хотите по лесенке или налить? Во всем очень классно. Мы очень плодотворно сходили. Это камушки, между прочим. С рукотворного чудо света, если вы не знали. С Мачу-Пихчу не получилось утащить. Там все строго, индейцы смотрят. А здесь добровольно отдали. Так что с одного чудо света есть камушки. Ладно. других пока нет. Итак, мы прилетели на вертолеты. У нас открытый будет вертолет. Нам дали вот такую страховку. Мы подготовились, взяли наши кейсы с цепочкой, с веревочкой. Сказали, не надо, у нас есть вот такая крутая штука. все, нас нарядили, идем летать на вертолете без дверей. Ленчик. Да? Куда мы отправились-то? Мы так и не сказали. Так и не сказали. Да, мы где-то поднимаемся минут пять-десять максимум. Нам еще подниматься час. Время сейчас наверное около двенадцати. Да? Одиннадцать пятьдесят. Очень жарко. Конечно, может быть надо было утром подниматься. Ну ладно. У нас утром был Иисус. Иисус. Куда мы отправились? Мы отправились в Хайк. На гору Телеграф. Она так названа. хоть другое название, но в простонародье гора Телеграф. Что? Там открывается красивый вид. Я думаю, вы сто процентов видели эти фотографии, как будто бы люди висят над обрывом. Хотя на самом деле это не так. Мы такие фоточки тоже сделаем. Вот. И посмотрим на Рио еще раз сверху. Немножко с другого ракурса. Обезьянки предлагаете или обезьянки ладно. Вот. Так что мы идем туда. А не знаем в каком районе мы находимся, но этот район очень сильно похож на Доминиканы. Вот прям один в один. едешь, так же океан, какой-то север Доминиканы. Где это было, господи Антон? Кабарат. Кабарате, да, и сосо. Ну, это одно и тоже. Мне просто нравится название сосо. Сосо. Мы дошли, идти было, ну, около часа, не так сложно. Все время в гору. Вот здесь такие фотки получаются. Прикольно, как будто бы на обрыве стоишь. Если вот там сесть пониже, будут прикольные фотки. вид потрясающий. Ага, аси. Вот тут чуть вперед, ага. У нас тут чуть-чуть повернутся. Вот как амиго. К нам, да. Ага, ага, ооо. Народ уже ушел. Осталось только нас. Немножко. Вместе, чтобы были видны кольца. На его коленку, говорит. И твоя рука тоже. Ага. И это. И на пене падалини. Ага. то мы идем назад у твоя размазаны намазюкалась в итоге все мокрые цели супер классный день дан . как и вчера да что гора классная виды классные но советуем взять фотографа там ну наверно лучше ракурс цена фотки 1 доллар за одну фотографию но это даром и там на самом деле на человека нужно максимум 5 это максимум 5 разных ракурсов поз поэтому раз по 5 долларов человек это смешно для это даже включая с тобой двойные то есть как бы это мы одни и в двойные 12 долларов мы просто у нас 12 фотографий получать 12 долларов у тебя на футболке смешано все и вот это вот цветы эти карибские и тигр и попугай он там на в общем мы спустились смотрите вот реально доминиканы доминиканы такие же эти кафешки тетушки стоят готовят антон такие же магазинчики парад по параду или как там они назывались кафешки вот антон вот реально вот это вот бабулечка с этими прям прям реально доминикана ну и смотрите какие домики едем 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 и ленчик увидела нашу любимую капибара наша любимая капибара что такое бразилия рио-де-жанейро карнавал но что еще это естественно бразильские сериалы я не знаю их на самом деле огромное количество но тот сериал который смотрела я и наверное смотрела вся россия в те годы он назывался клон недаром его повторяют я знаю сейчас на телеканале потому что его популярность просто зашкаливала мы как раз ехали сейчас телеграфа и по пути мы решили заехать в те места в которых проходили съемки этого сериала пляж я вам на сборочке его показала там сжатия шла с чемоданом когда она убежала к лукасу и второе место где мы сейчас находимся будет еще несколько мест это дом вот в этом доме у лукаса была квартира и сюда к нему приходила сжатия это же удочка этот сам домик вот ну конечно очень много снимали еще и на студии но вот такие вот по пути места мы заедем как же клон то очень симпатично и не так много народов и так еще одно место для любительниц сериала клон наверное вы уже узнали это здание на самом деле это было фильме гостиница где жаде и саид остановились до того как они купили дом и сзади вот спускалась вот с этим вот лестниц но фильме еще не было забора сейчас здесь стоит забор а там его нет но опять на самом деле это обычный жилой дом где живут нормальные люди с видом на океан а вот а фильме до благостиница антон правда сериал кон не смотрел он вообще не в курсе что происходит что это за места и что это вообще за сериал такие жаде и саид о чем вообще ли она тут это вот а но как бы это популярный антон очень был сериал да да вот время сейчас 607 637 будет закат мы идем на смотровую точку для заката куда идут все все посмотреть сколько там народу впереди сахарной головы все идут целый поток что ли он говорит я вчера я называл сахарная гора сахарная голова потому что вроде сегодня он был закрыт когда мы сейчас выехали а ветер дует сторону туда поэтому он открылся и сегодня вот палец и вечерние которые как палец и гены потому что под заказом солнце когда сказывали я наш генягкий аэропорт а это в и и так он будет наш выглядит закат наше место встречи заката часто сядем ножки свесим здесь парнишки сидят фотографируются перенес будет красивейший закат с видом на и по нему одно из самых дорогих дорогих мест в Рио-де-Жанейро перенажерка под этим небом как в Майами много свободных весов здесь тренируют азиатский волейбол он играется ногами и головой Бахтарау называется Классно Классно надо было снять когда солнце заходит аплодируют да ну я себе тоже снимала дай молодцы немножко завтра придем сюда если что ну или на сахарную голову пойдем а после завтра сюда ну рассмотрим а если мы продаем еще один день то можно здесь точно вечно провести так мы все равно его можем провести у нас рейс только 13 в Акараде мы можем даже на сахарную голову приехать с чемоданом например какая разница у нас маленький чемодан по идее без разницы вообще а вот да солнце зашло и здесь аплодируют и сегодня реально я вот смотрю просто там находится статуя и она чистая сегодня она весь день там было пару моментов когда она была в облаках но она так чистая еще эта музыка и народу стало намного больше завтра начало карнавала и народу стало в сотни раз больше я даже так скажу в общем завтра открытие же карнавала да завтра послезавтра будут соревноваться школы на выход как бы в суперлигу которая будет в следующем году соревноваться между собой за звание чемпионов самбо а 11-12 будут выступать самые крутые школы самбо которые в этом году будут соревноваться за звание чемпиона то есть самые крутые танцоры это год 11 и 12 февраля то есть первые два дня это как бы третий класс ну там второй класс танцоров можно так сказать а следующие два дня это борьба за чемпионство и потом там еще какие-то разные будут танцы разные выступления и 17-го числа если я не ошибаюсь 17 февраля будет парад чемпионов но чем он плох тем что они уже не соревнуются они уже знают чемпион они знают кто выиграл и они так не стараются как стараются в эти два дня вот поэтому мы поехали именно на берег на берег класс смотрите сколько людей тадам весь пляж просто усеян людьми а вон на горе статуя и она без облаков как вы видите вон на горе вечером конечно же не волейбол а сиппактакрау это волейбол играют ногами и руками чем же могут бразильцы играть волейбол конечно же ногами тут все футбол а прикольно а а и а а а а а а а а Они очень сильно любят болеть Освещён, точнее, пляж, очень хорошо, то есть тут можно играть, купаться и свято, реально свято А ещё здесь в Рио такой прикол, что в каждом районе набережная со своим рисунком То есть здесь на Капакабане это волны, вот такие На Эпанеме, на Эпанеме что у нас было? Не помнишь? На Эпанеме что-то другое, на бразильском Майами там рыбки В общем, всё абсолютно разное, что? Походим в базар Ну я же говорю, да ну, ты же не хочешь идти на базар То там движение А мы идём домой потихонечку Кстати, есть отдельная дорожка для бегунов, для роликов, для велосипедов В общем, перед карнавалом народу стало очень много Да, Антон? Да Ты что, устал? У меня вообще-то рюкзак Да Это у нас умельцы сделали из песка фигуры Это очень смешно Это смешно, да Небезопасная Бразилия Что такое? Почему все не дома сидят? А в 9 часов вечера все гуляют Как это так? Небезопасная Бразилия А здесь ещё одно художество Капец, да? Это всё из СК? Нет, это не случилось Всё из СК? Класс! Рио карнавал Вот идея, как встретить день рождения в карнавальных костюмах Всё из СК? Тоorta Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok